Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1166. События дня. Псалом 118, 51, 53, 61 стихи. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего за 25 февраля 2019 года. И наше объявление. Сестра умерла, ребятишки остались. Решили фонд создать. Какой порядок, вот фильм о ней, как хоронили. Вот все без обмана. У людей было желание, они говорят, вы образуете такое, чтобы люди знали. Вот считайте тут и смотрите. С телефоном связано, как-то переводят туда. Может кто-то пошлет. Дмитрий, подобные беседы в таком формате крайне полезны, так как через них много новых людей узнает о вас. А через вас о самом главном, о Слове Божьем, о Христе и его Церкви. Эту беседу посмотрят много людей на канале Джастаса. Низкий поклон вам, Гнатий Тихонович. То есть он себе это Уолтер переснял и все. Ему все сказал. Ну что, еретик. Самый настоящий, полновесный, беспокаянный. Ну и только делов. А теперь как? Теперь как можно молитвой? Я каждый день молюсь за него. Все на этом. Человек в чужой стороне находится. Тут насколько возможно нужно помочь расположением. В деньгах он не нуждается. Так, Роман пишет. О Слове Божьем, о Христе, слава Ему, о Его Церкви. Люди должны узнать и от нас. С вами тоже. Иначе будут означать, что мы не любим ни Бога, хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Ни людей. Значит, что мы, Игнатия Тихоновича, тоже не любим. К сожалению. Вот видишь, как. Игнатия пишет. Очень изощренная компиляция. То есть, Джастас, мой ролик, который был, мы беседовали. И он его по-своему сделал, что-то убрал, где-то музыки подпустил. Вот пример. Дважды показал на ваше угощение. И на ваши слова. Вы утробное, среди православных живете. Сказал, что сегодня он в посте. Я сказал, Павел, что в посте-то? Не буду есть мясо и пить вина. Два предмета, которыми соблазняются люди. Ну, ты можешь жить, не можешь. Нисколько. Ни креста, ни пояса, ничего нет. И все. Он в этом родился, в этом утвержден, в этом и беса получил. Хохочет, где совершенно не может говорить. Это беснование. Не признак беснования, а явное беснование. Это не оскорбление никакое, а беда и горе. И хохочет. Один стоит, он не может. Даже в темноте тут шли и провожали по двору. И он один идет и опять ха-ха-ха-ха. Пройдет маленько, там шагов десять, а опять ха-ха-ха-ха-ха. Как гусак на бугре. Нельзя это. Слепыми такими быть. Рядом-то люди, вокруг него гуртуются, которые русские. Это здесь. А им лишь бы где-то что-то утянуть. Сказать он, я не один, а Америки передовой. Ну, как он передовой? Он ни писания не знает, куда его применить. Толкование-то. Всех отвергли учителей церкви-то. Ни предания духовного, ни канонов, ничего не знают. Он не знает ничего. Вот его товарищ, который Стив Митчелл, тот принял православие. Крещение будет в апреле принимать. Ребятишек много которого. Далее. На ваш подарок отреагировал своим смехом. А я дал три тома. Наше полное толкование. Облаженного феофилакта Нового Завета. К истинному православию и прочее-то. Ну, и что? Он не принял. Все, слава Христу. А дальше видно будет. А на выходе обвинил вас в фарисействе за 719 правил. И веселенькую музыку включил громко сразу на вашу молитву. И стоя рядом, когда я молился, то руки в карманах. Здесь комментарии излишни. То есть там не пробьешь уже ничего. То есть легче намного беседовать с совершенными безбожниками. Хохочет он. С детства заболел. Там голова там и прочее. Это можно понять-то. Но хохочешь. Ты же это получил у харизматов. У них это святой смех. Сатана в это время, как Златоуст говорит, хохочешь, рот разеваешься. Они думают, что сатана вскочит. Вот он и вскочил. И он никак не сознается. Ну, нехорошо. Взрослый мужчина разговаривает с Дмитрием Смирновым. Ха-ха-ха-ха-ха. Опять. Ха-ха-ха-ха-ха. И ничего там не смешного, ничего нету. А тот сидит рядом-то. Ну, мог бы сказать ему, давай сейчас же искать, отчитывать тебя надо или выйди из этой ереси. Да нельзя отчитывать, он еретик. Ха-ха-ха. Где бы ни был. Ха-ха-ха. Ну, а то есть сатана. Внутри. Голос другой, стальной. Совсем даже нет. Вот такая компиляция. Какой-то пишет еще один. Игнатий Лапкин христианин православный, о котором можно прочесть книгу «Для слова Божия нет уз». Еще про Игнатия Лапкина есть фильм «Златоуст из Потеряевки». На Игнатия Лапкина за его часто смелое высказывание можно наткнуться на множество разнообразных клеветей в интернете. Среди клеветников есть и православные, разные неопротестанты и буддисты. Я когда-то давно наткнулся в атеистической группе в контактах на видеонарезку с Игнатием Лапкиным в разделе «ПГМ». А потом уже, когда посчитал его книги, посмотрел его разные выступления, то нашел много ответов на жизненные вопросы. Я его не знаю даже фамилия, не имя, или а какой-то. Наталья Чернова. Мир вам, Игнатий Тихонович, смотрела ваше видео «Римлянам 12.3». Думайте скромно, по мере веры, какого каждому Бог уделил за 23 февраля. Это название ролика. С парнем из города Ноябрьска, Тумирской области. Он спрашивал об Евангелии, хотел бы раздавать. А я как раз натурал с вашим каком-то ролике. В беседе с вами парень рассказал об акции, благотворительной акции «Евангелие в каждый дом». Как удивительно, все перепелось. Я сама заказала себе небольшую партию, уже жду ее. И кидаю вам ссылку, может парень из Ноябрьска себе закажет и будет раздавать. Спаси Христос. А уже сказали, все. Светлана где-то пишет, видимо, на этого Синицкого там сидит. Даже клеветником-то нельзя. Дьявол в образе, говорится, человека представляется. Непрерывная ложь на всех. Сидит, чужие ролики режет, склепает. Ну, юродивыми нельзя назвать, уродов ли вы. Это все потеряли абсолютно, доигрались, не церкви. Вот на меня вообще четыре ролика составило. А мне смешно до того. Здоровый дядька сидит, чем занимается? Ничего нету. Он не останавливает ни деревни, ни пруды, ни детский лагерь, чем мы занимаемся. Ни в миссионерской поездке, нигде, чтобы двое, даже с кем-то разговаривал. Сергей пытался. Я его вызвал, он не шел на беседу. Сергей Козлов пытался. Так он и на него потом опрокинул, говорится, ушат. Так говорят. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Не знаю зачем, но побудилось что-то вам написать. Я в детстве крещеный и выросл 41. Блин, да, что-то неплохо. Я ты иском. Мне так кажется, но, видимо, где-то в укромных уголках себя я все-таки верую. Хочу вам глубокую благодарность выразить за то, что вы есть в наше страшное время. Пишут о вас плохо. Считал, но знаю, что глупцы пишут. Вы редкий человек, как ангел, после навразумлять человека в неведущих. Я очень желаю, чтобы вы жили долго, потому что таких, как вы, на земле мало и учить некому. Дай вам Бог здоровья, и чтобы людей побольше вразуметь, чтобы ученики ваши также мудро били и помогали людям. Извините меня, если я не так что-то написала. Нахожусь рядом с Никитиным домом, Борис Полем, в Украине. Никита был у нас здесь. Никита Андреевич Колесников. Так что привет всем с Украины. Комментарий вот тут Галина Влеска. Мир вам! Александр Синицын, Синицкий, выскочил, как черт из табакерки-то, и с таким объемным иеретическим материалом, что и есть веская доказательство тому, что он и явился очередным провокатором-смутьянным наемником врагов христианства православного, которые его и подготовили. В своем начале на Ютубе любой автор начинает медленно свое развитие, и первый их ролик отличается от последнего. Те совершенствуются, расширяются. А этот Синицкий, Александр, с первого ролика обрушивается волнищем многотонной ереси, даже иногда произносит шашибками или тормозит на выговоре незнакомых ему слов. Сто процентов провокации для разобщения нашего родного русского православия. Вот ему крест любви. Аллилуйя! Да, так. Но это все еще впереди. Такая коротенькая жизнь, она же закончится. И что ты представишь? Мы на суде Божьем будем друг против друга стоять. А я только буду молить Господи, сейчас прошу, не вмини ему безумие этого, не дай ему погибнуть, Господи. А меня спрашивают, веришь, может покаяться? Не верю. Совершенно. Он перешел давно эту черту, за которой покаяние. Нет ничего там. Там все демонами облеплено. Легион. И он не понимает. И там какой-то писал, там, масонов. Теперь это я написал, я. То есть сам же себе, видимо, отвечает. Это я написал, простите меня. Ну, вот такое там. Какие отзывы. Ну, видно-то, стиль-то один. Тут не надо каким-то каллиграфом быть, чтобы определить. Дмитрий Лемеш. Очередной идиот, пытающийся умничать о беседе Лапкина с Уолкером. Какой-то тут еще есть. Толсто такие вылазят. Ой-ой-ой. Мысли Аббаты, Джат Стас Волкер. Волкер. Игнатий Диссидент. Сергей Евтушенко. Не нужно рекламировать каналы этой кодлы, которая кружится вокруг Игнатия Тихоныча. Им лишняя реклама. Они об этом только мечтают. Дмитрий Лемеш. Я внутри братьев это посылаю. Это определяет рекламу. Делает рекламу Игнатия Тихоныча. Кто-нибудь один-то перейдет и потратит время. На свое личное мнение, а не сплетни и басни. Наталья. Я внутри братьев. Это они делают рекламу Игнатия Тихоновича. Кто-нибудь один-то перейдет. Любая реклама – это антиреклама. Любая реклама – антиреклама. Неправильно это. Так, Дмитрий Япра тоже. Антиреклама будет рекламой. Господь своих везде выдернет и врагов обротив друзей. Наталья. Основу православия – таинство крещения, меропознания, помазания, брака и соборования. Показала. Все таинства церкви объясняют правильно и коротко, но все таинства сняты хорошо, как священники их нарушают. Кресят как попало. Венчают не поймешь кто, кого и так далее. Вот и вся катехизация. Роман, мир вам. Кто знает, какое поведение у коровы, когда она должна телиться? Я отвечаю, она пытается скрыться в поле, в кустах. Роман, а если она в сарае стоит? Я отвечаю, тогда не узнать даже опытному. Вдруг начинает телиться. Потому зимой, ночью, даже мой отец, пастух, всю жизнь был, проверяет с фонарем, чтобы теленок не замерз. То есть с вечера заранее узнать нельзя. Азамат. Благодарю. Интересны ваши беседы. Сейчас рулетки. И с людьми разных религиозных воззрений. Сам крещён православие. Игнатий Тихонович, вы читали книгу «Исцеление сломанной ветви Авраама» проповедника Маккерти? Маккерри. Если да, то считаете его труд полезным? Отвечаю. Не помню. Может и считал. Но давно там говорится об исламе. Как там работать? Книга-то хорошая. Азамат пишет. Да. Бывало, много раз беседовал с мусульманами, и некоторые доводы ставили в тупик. Ата книга помогла разобраться. Благодарю за ответ. Юрий Соболев, преподаватель Красноярского государственного университета и академии, и занятия ведёт при Метрополии. Благодарю за беседу, Игнатий Тихонович, за такой простой и глубокий ответ. Всякая беседа с вами – моя личная радость. Всегда после тихо, светло и молитвенно на душе. Жастасом смотрел ролики. Какие еретики все одинаковые, как под копирку. Хоть американские, хоть русские. Наши православные, как радуга, на любой вкус. А они скучные, грубые, необразованные и хамские. Я о нём думал ранее лучше. Весьма разочаровался и русский американец. Кстати, вы очень точный диагноз вынесли три года назад нашему священнику Петру Боеву. Кажется, Пётр или Павел. Сейчас он в церковь не ходит вообще, не просто под запретом. А близкий священник сообщил вчера, что вроде их крест даже снял. Александр Синицкий, или как его зовут? Страшно безумствует против вас ныне. Жаль, не слышит и не слушает никого. И страшно, если Бог сам устаю его, закроет или разум отнимет. Галина Аблейская. Мир вам. Александр Синицкий, а то она об этом говорила уже. Александр пишет. Спаси, Христос Игнатий Тихонович. Я нашёл по раздаче Евангелия вконтакте, социальные сети, куда обращаться. Благодарю вас за помощь с Евангелем, город Ноябрьск, Александр, Аминь, Лидия. Игнатий Тихонович, как обещала, послала Пильм на встречу С. Ответ был вежливо сухой. Посмотрел немного, закончу позже. Ни вопросов, ничего. Следом я спросила, получил ли книги. Напомню, что это подарок к крещению от вас. Ответ. Просмотрел и верну на вопросительные знаки. Я не успокоилась, запустила последний шанс на контакт. Сказала, что еду в Барнаул, приглашаю в компаньоны. В ответ наша стандартная. О, как прекрасно. Я повторяю своё ощущение. Всё безнадёжно. Вот женщины, какой светлый разум. Как вперёд всё это. Ну, мы увидели, что... А вы чувствуете, что... Ну, ещё чувствую одно дело-то. Я же не бог. Я должен делать добро. Я подарил книги в разные концы. 650 библиотек только получили. Полный комплект по 38 книг. Один комплект 750 евро. В каждом комплекте 38 томов. Книги все пощипались. 752 страницы. Ну, вот считай. На миллионы при этой пенсии. Почему? А я люблю. И так во имя Христа посылаю всё. И вот сейчас... Это у нас тут ещё посмотреть. Мой мир. Я очень люблю эту систему. Считаю её одной из самых лучших в интернете. Скайп хороший всё. Ютуб замечательный. Ну, вот это... Вот сравнивать с одноклассниками никак нельзя и контактам. Все вместе не стоит. Мой мир вот. У меня два там есть. Две страницы. Одна с голубем. Туда не надо писать. А здесь писать можно. Вот вверху к истине два. Мэйл.ру. Пожалуйста. Вот это вот про отца Владимира. Его сняли. Там, где сказать, сан. Да никто не может снимать. Сан не снимается. Они глупят. Нету этого. Ключи ады и смерти Христос никому не давал. Рукополагают его когда-то. Ключи Царства Небесные даны. Они даже этого не понимают. Вплоть до патриарха. Ослеплённые. Счиславием. Любыми путями добиться священства. А дальше, дальше куролесят. Затоптали батюшку. Сан сняли. Не снимается сан. Рядом католики. Католиков-то в 10 раз больше, чем православных. И у них не снимается сан. Запреты. Всё. А это нет. Скорее. Весь суд приговорить к расстрелу за 28 минут. Ужас какой. Ужас. Сейчас Андрея Кураева. Этого взялись. Андрея Кураева долбили, долбили. Теперь Ткачёва. Я не друг Ткачёва. Но не годится это. Повторяю. У мусульман нигде ни в одном месте я не видел, чтобы так живём заглатывали. На. Христиан режут. Там показано. Человек около 20 на берегу моря. Это так. Но между собой они так не делают. Ну и вот. Православный форум. Вот сюда можно писать. Большой форум. А это у нас тут что получается? Ну что получается? Это ничего не получается. Это православный видеоканал. Вот здесь. Ну и православный библейский сайт. Это наши ресурсы очень большие. Всего хорошего. С Богом.